Привет, друзья! С вами координатор компании Эйвен Ольга Круглова. И сейчас будет первая часть видео по заказу 15-го каталога. В первой части одежда. Это новинки 15-го каталога. Сколько от вас было запросов посмотреть, как эти вещи смотрятся не на худеньких моделях, а на обычных женщинах. В принципе, худых-то тоже ведь много, поэтому там у меня была задача показать вам само качество, ну просто заранее одежды. Естественно, я заказала некоторые вещи себе. И давайте, вот пожалуйста, смотрите. Значит, первый комплект у меня получился водолазка, черная есть еще бордовая и вот юбочка. Ну, вот так вот. В принципе, вроде бы и неплохо, да? Вот, это размер юбка 48-50. Вот она еще как бы, ну, не сильно стянута. Единственное... Так вот, я не знаю, вот смотрите. Вот эта вот штукенция, она идет наискосок. И это не формы моего тела, а это так сделан пошив. Потому что, когда я ее раскрыла, я смотрела, она реально идет вот в кость. По материалу так срезана, понимаете? Поэтому я думаю, что это реально брак. Что, ну, так не должно быть. Напишите мне, пожалуйста. Я, конечно, не профи, но... Качество юбки очень хорошее, приятно. Это полиэстер, но, как вы знаете, из 14-го каталога качество одежды у нас намного улучшилось. И все вот. Очень-таки приятно. Значит, по поводу водолазки. Водолазки вообще прям, я даже думать не буду. Однозначно их оставляю себе. Очень нравится материал. Такой приятный, как хлопок. Ну, написано полиэстер. Ну, я не разбираюсь, полиэстер ведь тоже бывает разный, да? Поэтому сейчас полиэстер идет хороший. Размер водолазки 48-50. Мне нравятся рукава. Такие вот, знаете, длинные немного сборкой. И причем они не болтаются. После стирки, к сожалению, не могу пока ничего сказать. Классно, что не торчит нигде никаких ниток. Вот. Что еще? Да, вот этот сам ворот. Помните, у нас были отвратительные водолазки? Я один раз брала их давно-давно и отправила назад. Они прям такие... Вообще ужастики какие-то. Вот здесь она утолщенная, вот эта вот воротина. И плюс еще сгибается. Поэтому, ну вот, неплохо, неплохо. Все-таки неплохо. Достойно. Так, сейчас юбочку одену с бородовой кофточкой. Классный цвет. Он, как вы видите, не такой яркий, как показан в каталоге. Он намного тусклее. Но от этого мне он нравится еще больше. Кирпичный. Такой, нет, даже не кирпичный. Томатный, да. Из натуральных томатов. Без добавления всяких красителей. Вот такой бы цвет, я сказала. В общем, Оля, как всегда, юморит. Ну, то же самое, девчонки. Материал тот же самый, как и в черной водолазке. Все великолепно. Мне нравится и та, и эта. Сейчас нам, кстати, если вы не знаете, дается скидка на всю продукцию, мода и стиль, та, на которую вы набираете продуктов. И даже на аутлеты, на распродажи. То есть, если у меня заказы всегда на 31%, то и на одежду у меня 31%. То есть, эта водолазочка вышла что-то около 700 рублей. Вот. За такое качество я могу смело советовать вам взять такие водолазки. Вы знаете, что забыла сказать? Сейчас переодевалась и вспомнила. У этой юбки имеется подъюбник, девчонки. Вот такой, достаточно плотненький. Он очень хорошо, что просто снимается. Я его сняла на пуговочках. Он здесь такие, ну, знаете, фигни. И на пуговках. Я терпеть не могу. Никакие подъюбники. Ну, никакое корректирующее белье. Правда. По мне, вот, надел колготки хорошие. У меня сейчас надеты наши эванские, белорусские колготки, которые по 100 ден. Сейчас опять идут с отличной скидкой. Расскажу, да. Ну, вы знаете об этом. Вот. Поэтому подъюбник я сняла. Если вы любите эти всякие там подъюбники, то имейте в виду, что еще это есть. Но я мерила и с подъюбником. Ну, так, надо же посмотреть, что да как, да. Ну, вот ничего хорошего я в этом не вижу. Во-первых, блузку хорошо не заправить. Ну, в общем, халабардаж какой-то получается. И здесь еще больше вот таких вот всяких. Это если вот ты оделся, поправил, встал для фотосессии. Просто сесть и все, как бы, фоткайся. А ты ходишь, ты делаешь какие-то дела на работе, например, да. И у тебя будет вот тут вот вообще киш-миш. Ну, это мой взгляд на ситуацию. А вы поступайте так, как нравится вам. Все, наверное, я сказала. Теперь примеряем брючки. Брючки, девочки. Размер 50. Там нет 48-50, 50, там 52. Вот, 50-й размер. На мой взгляд, брюки мне маловаты. И также они увеличивают вот эту часть бедра за счет своей клетки. Вот. Ну, как-то, знаете, некомфортно я в них себя чувствую за счет того, что они маловаты. Мне 50-й хотя размер. Вот, если помните, прошлые брюки я вам показывала черные, да. Они тоже были такого же размера и были мне хороши. Ну, эти вот, не знаю. По длине, по длине все отлично. Рост 164. Параметры мои вы знаете. Кто смотрит первый раз, не знает моих параметров в закрепленном видео. Ой, видео в закрепленных комментах. Оставляю свои параметры. Ну, вот как-то так. Если на выпуск, то, думаю, получше, конечно, смотрится. Ну, не знаю. С пиджачком, допустим, если. Вот. На выпуск, да, на выпуск смотрится получше. И неплохо сочетаются цвета, конечно, вот этот вот томатный. И на брюках вот точно-точно такой же цвет есть. Ну, они неплохо будут смотреться и с черной водолазкой тоже. Так. Все, мои дорогие. На этом обзор одежды, к сожалению, закончен. У меня еще был заказан комплект, который мне очень хотелось приобрести. Юбка и, ну, не джемпер, а такая укороченная блузочка. Ну, комплект там. Я заказывала себе бордовый, и он мне пришел под пятерочкой. Такие вот дела. Не знаю, допоставится ли он мне в следующий заказ, если допоставится. Ну, конечно же, посмотрим. Хотя, наверное, уже будет и неактуально. Вот это вот жаль. Но, если качество хорошее, если мне подойдет, я буду очень рада, потому что комплект достаточно интересный. На этом все, мои друзья. Пишите, что вы думаете о одежде. Что мне идет. Что ни в коем случае не оставлять себе сразу же назад. Что вы брали, что понравилось вам. На этом все. И вторая часть будет о косметике больше. Там у меня ретинол 0,1%. Это из новинок. Плюс, что у меня здесь. Плюс шампуни, плюс новый тональный, парфюмы тоже. Ну, в общем, много всего. Практически одни новинки. Приглашаю вас в следующее видео, мои дорогие. Вот, девочки. Сниму вам некоторые параметры. У меня новый оператор. Зовут его Алексей. Он снимает. Круглов. Круглов. А я показываю, да, сынок? Так, значит, смотрите. Пояс. Самое основное. Долго не буду. Так, 41 сантиметр. Немножечко она подтягивается. Здесь замочек. Пуговки три. Вот такие красивенькие. Приблизь, сыночек. Приблизь. Вот, умница. Вот так вот. Пуговочки. Материал качества. Близко так не надо. Мы заодно учимся, да? Маме помогать. Учимся. Вот такие вот. Польку. Тихо. Так, здесь. Ну, да, девочки, смотрите. Даже видно, что это косая штука. Не должно мне так кажется быть. Ну, опять же говорю, я не профессионал. Ну, вот она идет клетка. И потом хоп-хоп-хоп-хоп-хоп сужается. И здесь уже вот что-то вот такое. Не знаю. Мне кажется, она должна вот так вот прямо была бы и идти. То есть, ну, не знаю. Так, сынок, давай, пожалуйста, держи. Теперь мы измерим брючки, чтобы также был пояс брючек виден. Хорошо видно? Да. Брюки на кнопочки. Косы маленькие. Вот так вот. Ну, извините, девочки, пробуем, мучимся. Значит, на кнопки. Змейка. Сейчас измерим пояс. Здесь, кстати, можно одеть что-то красивое, если любите. Ремень. Совершенно верно. Снять тесточек. И измеряем поясочек. У брюк это, ну, 40. Вот, 40 сантиметров. Пояс у брюк менее эластичный, я вам скажу. Да, это прям намного чувствуется, что он менее эластичный. Так, что еще тут мерить? Да больше, наверное, нечего мерить. Ну, так, если качество приблизить немножко, посмотреть качество вам. А, не так усидно. Да, здесь, конечно, тоже вот на швах клетка не совпадает. Опять минус. Поэтому смотрите сами. Материал приятный. Материал приятный. Спасибо. Спасибо.